Ну и далее я хочу вернуться к одной из самых главных тем недели. Многие политики, выходящие 7 дней, заявляли, мол, после 9 мая возможно обострение на фронте. Ну, если помните, информацию о такой опасности подтвердил просто тут, в нашей студии Юрий Луценко. В первой части программы он ссылался на оперативную информацию. Если на фронте действительно произойдет обострение, как поступят Соединенные Штаты, как отреагируют? И что в Вашингтоне думают о такой опасности? Вот все эти вопросы я задал человеку, который знает о происходящем очень многое, ведь он долгое время был частью команды Барака Обамы. Здесь, в самом центре города, около Михайловского собора, где больше года назад, по сути, и начиналась революция достоинства, мы договорились записать интервью с человеком, от которого долгие годы зависела внешняя политика Соединенных Штатов. К нему прислушивался и до сих пор прислушивается президент Барака Обама. Мы ждем здесь Майкла Макфола. Доброе утро. Рад Вас видеть. Спасибо, что пригласили. Динамичный, в формальном костюме с галстуком, но готовый общаться неформально, от профессора политических наук, да еще и бывшего чрезвычайного и полномочного посла. Я ожидал, что разговор будет серьезным и даже поучительным. Но мистер Макфол, даже будучи в команде Барака Обамы, ближайшим его советником, умудрялся оставаться открытым. А когда вы последний раз были в Киеве? Еще в 2009-м в составе официальной делегации с вице-президентом Байденом. Достаточно давно. Да, достаточно давно. Президентом тогда еще был Виктор Ющенко. Макфол 50. В команду Обамы он пришел в 2009-м, был одним из авторов стратегии перезагрузки отношений с Россией, затем послом США в Москве, самым публичным и обсуждаемым за всю историю. Майкл не карьерный дипломат и оказался настолько за рамками обычного представления о том, каким должен быть посол, что сумел вызвать в России и интерес, и неравнодушное отношение к себе, симпатию от них и столь же искреннее возмущение других. Давайте начнем с вашей статьи в Нью-Йорк Таймс, опубликованной год назад, 23 марта 2014-го. Вы писали о рисках украинского конфликта, о возможных способах сдерживания России. У вас есть чувство, что тогда вас не услышали? У меня такое чувство, что многое, о чем я писал в этой статье, до сих пор актуально сегодня. Я думаю, что это хорошее руководство, как Запад должен реагировать на угрозу со стороны России. Но эта статья до сих пор спорная, ведь особенно в Европе далеко не все воспринимают эту угрозу так, как я. В США нет больших противоречий по этому вопросу. Когда я писал эту статью, еще хватало споров, как воспринимать путинскую Россию. Но сейчас все пришли к одному мнению. Ну, в Штатах по-прежнему спорят о том, как именно поддержать Украину. Вы знаете лучше, чем я о разногласиях по поводу поставок в Украину летального оружия. Как вы думаете, если сейчас Путин перейдет черту, а возможности нападения много говорят, «Конгресс и Белый дом будут более решительны?» Говоря о возможной эскалации конфликта. Да, я тоже считаю, что если Путин пойдет на обострение, если он попробует пойти дальше, чем те позиции, которые занимают поддерживаемые Россией сепаратисты, то последует ответ со стороны Запада. А что происходит в Белом доме? Почему президент Обама все еще ждет? Каковы основные аргументы? Сейчас все еще надеются, что Путин не пойдет на эскалацию конфликта. Подчеркну, что я не разделяю эту точку зрения. Я так вижу ситуацию. У меня много друзей в Белом доме. Так вот, они выжидают. Хотят увидеть, будет ли Москва что-то предпринимать перед тем, как они начнут действовать. А когда вы в последний раз говорили с президентом Обамой, интересуется ли он Украиной? Вот наша страна, она среди его приоритетов? Я видел его 2-3 недели назад, когда он посещал Стэнфордский университет, где я работаю. Мы принимали в гостях и его, и всю команду по вопросам национальной безопасности, включая Сьюзан Райс, советника по национальной безопасности. И вся дискуссия касалась исключительно Украины. Эта дискуссия в ближайшем будущем может стать куда жестче и напряженнее. В разговоре с Майклом Макфолом мы вспоминаем, что в Штатах, по сути, началась предвыборная гонка. Президентская кампания. Именно она может повлиять на будущее Украины. На Капитолийских холмах меняется эпоха. Один из главных кандидатов на кресло в Белом доме, Хилари Клинтон, бывший госсекретарь, давно уже за пост президента не боролся настолько узнаваемый кандидат. Да еще и настолько знакомый с политической кухней Вашингтона. Для Хилари будет логичным строить свою кампанию, основываясь на внешней политике. Ну и республиканцы, которые год на всех дебатах говорят о том, как обуздать Россию. Вот почему может случиться так, что громкие обещания помочь Украине прозвучат и от демократов, и от республиканцев. И не только потому, что они поддерживают Киев, но и просто, чтобы привлечь избирателей. А может ли так случиться, что Украина будет ключевым вопросом кампании? Я думаю, что слишком рано еще говорить о том, что станет ключевым вопросом на выборах. Много чего еще может произойти. До президентских выборов еще полтора года, но без сомнения будет очень серьезная дискуссия по поводу России и российской агрессии по отношению к Украине. Достаточно вспомнить простой факт, что Хилари Клинтон длительное время отвечала за внешнюю политику. И республиканцы всегда держат этот регион в фокусе внимания. Так что я ожидаю, что этот вопрос станет одним из основных для всей президентской кампании. Может быть, речь не только о дискуссиях между республиканцами и демократами, но и о том, что во многих штатах живет довольно много украинцев. Выходцы из Украины, из Польши, из прибалтийских стран, напуганных сейчас войной. Они ведь могут дать свои голоса тому или другому кандидату. Это правда. Я работал во время президентской кампании 2008 года на Барака Обаму. Я был в контакте с организациями американских украинцев, американских поляков. Если вы посмотрите на карту, то эмигранты из Восточной Европы и их семьи в основном живут в так называемых колеблющихся штатах, там, где обычно небольшая разница в результатах республиканцев и демократов. Та же Пенсильвания. Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Флорида. Поэтому тема России и Украины во время президентской кампании будет очень острой. Особенно для диаспоры. Не особо афишируя свой приезд, господин Макфол провел в Киеве несколько дней. Встречался с политиками, откровенно, неформально, без галстуков. И главный вопрос, который ему задавали абсолютно все, от чего ждать дальше? Мира или войны? Прогнозы – дело неблагодарное, особенно сейчас. Но на мой вопрос Майкл Макфол ответил прямо. Всегда сложно пытаться предсказать будущее, особенно если тут замешана Россия. Но я прогнозирую, что не будет ни войны, ни мира. Будет продолжение неопределенности. Немного войны, немного мира. Конфликт не будет ни урегулирован, ни решен. Именно такая ситуация в интересах Путина. Ему не нужно урегулирование конфликта. Ему нужно продолжать давить на Украину. Возможно, чтобы добиться экономического краха. Запад сосредоточен на том, чтобы достичь урегулирования. Запад хочет решения, но не Путин. Для него выгодно, чтобы эта ситуация продолжалась. При этом в Украине распространено мнение, что Запад делает для нашей страны недостаточно. Наверняка вы тоже это здесь услышали. Это очень очевидно, что есть ожидания большего. И я уезжаю из Киева, слыша, что многие люди об этом говорят. Вспомните вторжение в Грузии в 2008 году. Если сравнивать реакцию на ту агрессию с тем, как отреагировали штаты на агрессию против Украины, то сегодняшний ответ намного более существенный. Вы знаете, сколько граждан России были в списке американских санкций в 2008? Ноль. Сейчас администрация Обама и ее союзники в Европе включили в список санкций многих людей и многие компании. Россию выгнали из большой восьмерки. Этого тогда не случилось в 2008 году. Я понимаю, что люди хотят большего. Когда вы ведете войну, вы хотите помощи, а не лекции о том, что нужно проводить реформы или делать то или другое. Вам нужна помощь в ведении войны. Но скажу при этом, 2015-й должен стать годом внутренних реформ в Украине. Если экономика потерпит крах, именно это и даст Путину шанс. Поэтому и вам нужны реформы. И Запад должен помочь пережить этот очень тяжелый год. Через несколько часов после нашего интервью Майкл Макфол покинул Киев. Он признается, прилетал, чтобы изучить ситуацию в стране. Из первых уст услышать, что здесь происходит и какая помощь нужна. И свои выводы человек, которому на капиталистских холмах многие прислушиваются, все-таки сделал.